Сейчас вернемся к главной теме выпуска. Димаш Кудайберген удостоен звания народного артиста Казахстана. Последний раз этот статус присваивали в конце 90-х годов прошлого столетия. И вот теперь эту традицию снова возродили. Также сегодня награды из рук президента получили учителя, врачи, производственники и ветераны труда. В преддверии национального праздника Дня Республики в Ахурде прошло торжественное мероприятие. Так, кто же удостоился медалей и орденов от главы государства и какие месседжи озвучил он для молодежи, расскажет моя коллега Назамгуль Кумыспаева. Медали, цветы и праздничное настроение. Сегодня в Ахурде многолюдно. Учителя, врачи, артисты и производственники. Большинство из присутствующих здесь впервые. Отсюда и волнение перед награждением. Вполне объяснимо. Вручать награды в преддверии национального праздника Дня Республики будет лично президент страны. Поздравляю вас с главным праздником нашей страны, Днем Республики. Это день возрождения нашей многовековой государственности, берущей свое начало с эпохи тюркских хаганатов, Золотой Орды и Казахского ханства. В этот день воплотилась в жизнь идея свободы, за которую боролись деятели Алаш. На протяжении последних 13 лет День Республики вообще не отмечали. А между тем, 25 октября по праву считается точкой отсчета на пути к независимости страны. Потому что в этот день, в 1990 году, была принята декларация о государственном суверенитете, которая проложила дорогу к независимости Казахстана. Принятие декларации было нелегким делом. Этнодемографическая структура страны была сложной. В Верховном Совете, Парламенте того времени и во всем обществе происходили долгие и горячие дискуссии. Защищать и обосновывать приходилось каждую статью, каждое слово документа. Глава государства отметил, что наша главная общенациональная ценность – это наша независимость, которую надо беречь и охранять. Для этого в стране проводится взвешенная миролюбивая внешняя политика, а внутри самого государства создаются все условия для сохранения единства и согласия. Государство будет твердо проводить политику нетерпимости к любым проявлениям радикализма, экстремизма, правового нигилизма, бытового вандализма. Агрессия и риторика ненависти, попирание общественных норм, призывы к насилию, действия, оскорбляющие достоинства граждан – всему этому не должно быть места в нашем обществе. Отдельно глава государства обратился к молодежи страны. Они определяют будущий облик нации. Они и есть созидательная сила. Я верю в созидательную силу молодого поколения. Имея таких сознательных сыновей и дочерей, как вы, Казахстан непременно покорит все вершины прогресса. Я всегда говорю, что наша молодежь должна быть патриотичной, образованной, трудолюбивой, бережливой, справедливой, неравнодушной, активно занимающейся физической культурой и спортом. Мы должны всеми силами продвигать эти ценности, чтобы положительные качества отдельного человека переросли в качество всей нации. И молодежь с такими качествами уже подрастает. Сегодня глава государства удостоил звания народного артиста Казахстана Димаша Кудайбергенова. Звание народного артиста Казахстана не присуждалось больше 20 лет. И вот сегодня президент возродил эту награду для деятелей культуры. Я получил звание народного артиста Казахстана. Эту награду я ждал 24 года. Спасибо Всевышнему, что я получил это звание. Приехал со съемок, месяц находился в Турции на съемках. Прилетел и сообщили буквально за два дня, что такой вот приятный шок. Первая награда, которая теперь заставит меня, скажем, больше работать, творить. Это прям первая у вас награда? Это первая награда моя. Первая награда с рук президента в аккорде. Также президент возродил звание Казахстанан Халык Жазушесе, которое, как и прежде, будет присваиваться нашим литераторам. В этом году государственная премия в области науки и техники имени Аль-Фараби присуждается коллективу ученых Национального ядерного центра Казахстана за уникальные исследования и разработки по мировым меркам в атомно-энергетической отрасли. Среди награжденных были и учителя. Глава государства особо отметил их труд, добавив, что учитель должен занимать особое положение в обществе и педагогам везде должен быть почет. Я учитель с большим стажем. Работала 50 лет и до сих пор работаю. Я думаю, учитель – это человек, который дает каждому человеку найти правильный путь жизни. Стоит отметить, что в этом году при присуждении государственных наград приоритет был отдан в первую очередь учителям, врачам, артистам, представителям сельского хозяйства и ветеранам труда, то есть обычным труженикам нашей страны. И, как отметил сегодня глава государства, все мы строим справедливый Казахстан. Их труд и заслуги нужно оценивать по достоинству, для того, чтобы в будущем они сделали большие свершения. Назамгулькум Испаева, Азамат Саметов при поддержке телерадиокомплекса президента. Хабар.